Как утверждают ученые, решающую роль на развитие страны оказывает культура ее граждан, их менталитет. Доверяют ли люди властям и друг другу? Насколько честны или вороваты? Трудолюбивы или ленивы? Обсуждая менталитет жителей страны, мы не можем обойти стороной мораль, то есть нравственные нормы поведения большинства граждан. В отличие от обычая, нравственные нормы имеют идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, справедливости. Скажем, допинг принимать можно или это нечестно? Доносить властям на граждан, уклонявшихся от налогов, хорошо или западло? Известно, что в годы сталинского террора простыми россиянами были написаны миллионы ложных доносов на соседей коллег. Цель была корыстной – занять квартиру арестованного или его должность. Именно поэтому в России сложилось крайне отрицательное отношение к доносительству. А в США нет. Почему? Оказывается, все зависит от отношения людей к власти. Считают они ее своей? Ими? Избранной? Причем избранной честно? Или власть навязана им насильно, как когда-то власть Орды? Готовы ли они мириться с этим? Или будут бороться? А может им все равно? В Древнем Риме люди гордились своей властью. Американцы обожают историю своей власти. А немцы ценят Орнунг. А вот в России не было ни одного царя, президента или генсека, о котором после смерти не начинали бы всенародно говорить жуткие гадости, которые паялись сказать о нем при его жизни. В Грузии сегодня полицию уважают. А у нас нет. Где-то в Англии полицейский друг и защитник. А у нас просто взяточник. Суды у нас басманные. Карманные. Справедливости от них не дождешься. В СССР половина страны успела сидеть в тюрьмах и лагерях. Большинство причем по доносу. Но как им любить доносчиков? Остальные граждане, пообщавшись с отсидевшими, усвоили моральные нормы, принесенные из-за колючей проволоки. За что им уважать стукачей? Отвращение к доносам – это способ самозащиты россиян от нравственной деградации. Но даже на зоне не всякий стукач негодяй. А только тот, кто сообщает наверх властям. Если ты заметил, что в камере, пока все спят, кто-то крестятничает, то не будет стукачеством заложить его однокамерникам. Сравним наш менталитет с американским. Слов доносительства, донос и доносчик в отрицательном русском смысле в США просто нет. Есть информер. Информант. Разница в эмоциональном звучании огромная. В США принято, чтобы работники фирмы или банка сообщали руководству, кто из коллег ушел раньше или что-то сделал не так. Это проявление гражданской добрости. Добродетели. Почему от доноса по-американски у россиян остается нехороший осадок? Потому что в России все века власть творила насилие и собиралось население дань. Власть была грабителем, стационарным бандитом. Политбюро, ЧК, НКВД, КГБ питались доносами. Культивировали их. Российская практика показывает мораль и закон не одно и то же. Следование закона у нас может оказаться безнравственным. Вспомним закон подлецов. А за высокоморальный поступок можно получить срок. А ведь законы должны стоять выше потребностей самого государства. Должны ставить права личности выше всего. Иначе говоря, законы должны быть нравственными. Этого не было в СССР. Нет этого и в России. В США существуют премии за сообщения о преступниках. Но в основном граждане, признаемся, информируют о нарушениях законов и правил не из-за премий со стороны государства, а от конкуренции на межличностном уровне. В США дети со школьных лет не дают соседу списывать. О попытках воспользоваться шпаргалкой сразу сообщают учителю. Ведь списывать нехорошо. Это обман. А обман должен быть наказан. Все американское общество построено на конкуренции, в которой выигрывает лучший. Если я не буду сообщать о списывающем товарище, то он обойдет других по набранным баллам, оценкам. Попадет в университет, займет высокое место. Так от этого будет страдать и общество, и государство, и я сам. И что немаловажно, в США действуют правовые законы. Поэтому Конституция США, Били о правах, законы, все это вроде Библии. Большинство граждан исполняет их рефлекторно. А любой нарушающий их воспринимается, как покушающийся на устои. Поэтому сообщать о нем – дело моральное. В США каждый готов доносить. И делает это в школе и на службе чуть ли не ежедневно. А страна в целом имеет гораздо более высокую нравственность, чем имел СССР, да и нынешняя Россия. В России каждый в отдельности против доносов. Но общество в целом аморальное. Государство построено на системной коррупции, казнократстве, взятках и откатах. Займемся вопросом, а можно ли обуздать коррупцию, казнократство и воровство в банках, фирмах, госучреждениях без доносов граждан на нарушителей. Но, разумеется, и без желания власти покончить с коррупцией. Можно ли пресечь склонность к воровству без изменения отношения людей к стукачеству? История таких примеров не знает. Зато противоположные есть. Кризис 2007-2009 года был спровоцирован мошенничествами на рынке ипотечных бумаг. Он заставил Конгресс США вспомнить об опыте привлечения платных информаторов для стабилизации финансового рынка в 30-х годах. Был принят закон Додда-Франка, в котором предусмотрено, что информатор получает вознаграждение не только за сведения, касающиеся инсайдерской торговли, но также за сведения, раскрывающие любые нарушения участникам финансового рынка. Информаторы могут рассчитывать на щедрое вознаграждение. Оно установится в размере от 10 до 30% суммы штрафа за нарушение, которое будет установлено, определена в размере расследования. Но главное, информатор получает защиту государства. После вступления закона в силу число обращений в комиссию по ценным бумагам существенно выросло. Многие из них содержат обвинения в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и даче взяток за рубежом. В других сообщается о случаях манипулирования рынком, инсайдерской торговлей. При этом жалуются сотрудники компании не только на территории США, но и в 11 других странах, включая Китай. Оттуда пришло 10 сообщений. В Великобританию 11 сообщений в первый год. Сотрудница ипотечного подразделения Сити Групп Шерри Хант получила премию 31 миллион долларов за то, что раскрыло мошенничество банка с ипотечными облигациями. Сам банк был вынужден заплатить властям почти 160 миллионов долларов, чтобы закрыть дело. Госпожа Хант же за свою бдительность получила должность вице-президента банка по контролю качества. Вывод. Как бы ни нравилось стукачество россиянам, из-за нашей советской истории массовых репрессий, нам придется не только менять власть жуликов и воров на власть честную, но и осваивать механизм гражданского контроля за нарушением закона. Пусть и за вознаграждение. Пусть и через стукачество. Пусть и за вас стукачество. Спасибо.